Эхо Москвы в Сызране, добрый день! Мы начинаем передачу «Маленькие детки, маленькие бедки» и сегодня ее проведу я, Игорь Матвеев. И рад представить вам гостя сегодняшнего нашего эфира, директора Центра Раннего Развития Babyland Галину Васильевну Яценко. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о современном воспитании детей. Общаемся мы сегодня в прямом эфире, и любой желающий из слушающих этот эфир может задать вопрос по телефону 98 46 46 или прислать смс по телефону 8 927 744 55 55. Итак, сейчас многие выбирают домашнее воспитание. Некоторые, потому что просто боятся отправлять ребенка в современные образовательные учреждения, некоторые, потому что не доходит банальную очередь в детском саду. Многие по другим причинам. Как вы считаете, Галина Васильевна, есть ли в домашнем воспитании какая-то скрытая опасность? И если есть, то в чем она состоит, на ваш взгляд? На самом деле, вы совершенно правы. Скрытая опасность в домашнем воспитании есть. И я хочу подчеркнуть именно слово «скрытая». Потому что на первый взгляд, как бы, эти дети мало чем отличаются друг от друга, домашние и детсадовские. Но когда мы начинаем общаться с детьми, или когда дети приходят, например, к своим сверстникам, попадают в круг сверстников, сразу видно вот эти вот огрехи, скажем так. И причем ребенок-то в этом не виноват. Просто сложность заключается у ребенка в том, что он в данных ситуациях не бывал. И вот первая как раз опасность заключается в том, что в домашнем воспитании отсутствует общение со сверстниками, как таковой в каких-то нестандартных, спонтанных ситуациях. Я уже не говорю о том, что ребенок должен там уметь делиться, идти на компромисс, уметь договариваться. Это как бы навыки социального поведения или социализации, как мы говорим. Они вообще приобретаются только в коллективе. Поэтому вот это одна из опасностей. Второе, что мы можем отметить, это дисциплина и режим. Все-таки дома ребенок находится в сфере, скажем так, или в направлении свободного воспитания. Ребенок может чуть дольше поспать. Допустим, если он не хочет кушать, он может не покушать. Если он не хочет играть, он может почитать книжку и так далее. Здесь в садике как раз дисциплина и четкость во всех режимных моментах. Это, конечно, ребенка стимулирует. Это его приводит в порядок. И не только его поведение. То есть он становится более послушным. Он привыкает к этому образу жизни. Он знает, что зачем идет, что ему нужно делать. И он становится, я скажу, просто очень хорошим, послушным ребенком. У нас даже есть такие случаи, когда родители приходят и говорят, ой, так сегодня баловался ребенок, но просто только на люстре не висел. Вот он приходит в садик, он совершенно другой. Потому что ребенку все в садике понятно. Он знает, что он будет делать, когда он будет делать, и какая у него будет на это мотивация. Далее образовательный процесс. Значит, обучение самого ребенка идет с помощью профессионалов. Люди, которые занимаются непосредственно детьми, у которых есть опыт и плюс еще знания. Поэтому, как правило, дети не воспринимают родителей или бабушек и дедушек как педагогов. Они их воспринимают в той роли социальной, в которой они всегда бывают. То есть это мама, папа и бабушка и дедушка. И если мама или папа начинают заниматься с ребенком и строго его привлекать к тому, чтобы он что-то делал, и возмущаться, что он что-то не понимает и не делает, ребенку тоже это непонятно. Потому что, как правило, мама и папа, и близкие родственники, они его всегда хорошо понимают. И если что-то у ребенка не получается, всегда ему можно простить или, может быть, подыграть где-то, похвалить. И ребенок к этому привыкает. Далее. Психологический комфорт. Конечно, вот с точки зрения психологического комфорта ребенок находится в более комфортной ситуации дома. Потому что он, как правило, является центром вселенной дома. Вокруг него все родственники, и особенно мама, папа или бабушка с дедушкой, которые безумно любят внуков, как правило, разрешают все. И, в общем-то, конфликтов никаких не возникает, потому что это безобидные просьбы или безобидные желания ребенка. Но когда ребенок приходит в садик, у него, он должен понять совершенно четко, что кроме него есть еще группа детей. Есть еще 8, 10, 12 человек, на которых тоже нужно обратить внимание. И вот самая первая проблема, самая первая, которая возникает, когда ребенок приходит в садик, это как раз отсутствие достаточного внимания к ребенку. То есть если он ходит в период адаптации к нам в садик, необходимо, чтобы ребенок сидел рядом с воспитателем. Он тогда не плачет, он сидит рядом. Ему нужно показать книжку, дать эту книжку, и с ним один на один разговаривать. Если мы его сажаем, например, вместе со всеми в ряд с детками, он чувствует себя дискомфортно. Начинает капризничать или плакать вообще. Вплоть доходит до того, что может помощник воспитателя его взять в другую комнату, увезти, будет с ним играть, он будет себя комфортно чувствовать. То есть психологически, конечно, ребенок в данном случае тоже не готов к такой ситуации. То есть у вас практикуется, как я понял, такое постепенное переведение ребенка с индивидуального режима на режим коллективный. Обязательно, да. Процесс адаптации, он так и называется у нас, процесс адаптации. Он начинается с двухчасового пребывания ребенка, увеличивается до трех часов, потом до обеда. И как постепенно до целого дня. И потом уже, да, на целый день. Хорошо. Вот слушал вас и подумал, ну не во всех же, извините, прежде чем мы начнем вопрос, наверное, примем звонок в эфире. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, а вопрос можно задать? Конечно, можно. Я работаю воспитателем в детском саду, в государственном. И очень хорошо, конечно, что у родителей имеется сейчас выбор, право выбора отдавать в детский садик государственный или частный. И вот у меня вопрос, какие требования предъявляются к воспитателям в частном детском саду и чем они отличаются от государственных? Спасибо. Спасибо. Что касается требований, вы знаете, существенных различий в требованиях к профессионализму или к выполнению, допустим, определенных обязанностей воспитателя нет. В данном случае у воспитателя просто меняются немножко условия. То есть если в государственном детском саду 20-25 человек, и естественным образом воспитатель не может охватить всех 25, даже с точки зрения психологии, не может охватить всех детей своих вниманием, или увидеть, что ребенок не понял, или кому-то индивидуально что-то объяснить. Для этого он физически просто не может ничего сделать. Здесь меняются условия в каком плане? Что у вас будет всего, например, 12 человек в группе, это в два раза меньше, иногда 8 человек. Если это маленькая группа, например, от 2 до 3 лет, там 6 человек в группе. Конечно, у воспитателя появляется больше возможности уделить внимание каждому ребенку, а в профессиональном плане он раскрывается еще больше. Он может показать то, чего он не может показать в обычном саду, из-за того, что группы большие, программы нужно выполнять, программы четко прописаны, и воспитатель не имеет права остановиться на том, что ребенок не усвоил. У нас возможность есть такая. Если ребенок не усвоил, или большая часть группы не усвоила какую-то тему, мы можем вернуться, можем к этой программе еще раз ее просмотреть, повторить с детьми и пойти дальше. Возможности, да, согласен. Возможностей больше. А именно требования. То есть должен ли работник обладать какими-то дополнительными качествами или какие-то качества, профессиональные навыки должны быть лучше проработаны у него для приема? Вы знаете, что касается профессиональных навыков в плане работы в частном детском саду, здесь очень важно уметь общаться с детьми не в плане начальник-подчиненный, как это у нас принято во всех садах, а именно в плане, может быть, мама и сынок. Вот в плане психологическом, да, потому что здесь дети не требуют такого повышенного внимания в плане дисциплины. Они не столько хулиганят, как в больших группах. У них нет такой возможности, чтобы что-то сделать, а воспитатель не увидел. Больше, может быть, сердечности, больше внимания каждому ребенку, больше мы общаемся с родителями, рассказываем все в течение дня, что делал ребенок, что у него получилось, что не получилось. Вот в этом плане, да, возможно, конечно, если такие люди есть и у нас попадаются, вы знаете, но я вам хочу сказать, что даже если человек приходит, и он никогда не работал в частном саду, через какое-то время он понимает, что ему нужно немножко перестроиться. Вот, кстати, о перестройке. А легко ли, например, человеку, который раньше работал в государственном саду, перестроить свое мышление, взгляды на работу, свой принцип работы, придя в ваш Бэбилэнд? Ну, как правило, конечно, это нелегко, если человек проработал, и вот, допустим, уже 25-30 лет, конечно, это нелегко. Почему? Потому что, кроме того, ведь перестроиться, это не просто посюсюкать с ребенком. Нужно еще знать методики определенные современные. А как правило, у нас воспитатели, которые работают в государственных садах, они с этими методиками не знакомы. В плане, вот, допустим, молодежи, да, мы можем провести какое-то обучение, мы можем пригласить специалистов и показать что-то. Поэтому с молодежью, конечно, здесь в этом плане легче, и они быстрее перестраиваются. Но все в руках самого человека. Так вот, вернемся к тому вопросу, который был озвучен до телефонного звонка. Ну, не во всех семьях, я думаю, детям созданы такие вот тепличные условия и позиция центра вселенной, как вы описали. Вот. И все-таки, вот как думаете, односемейное, ну, то есть, когда ребенок растет в основном именно в семье, а не в коллективе детей, а может ли такое воспитание все-таки дать ему мотивацию на успех? Вот про мотивацию на успех это вообще, конечно, особая тема. Потому что сейчас об этом очень много говорят, и у нас это пришло с запада, вот такая формулировка мотивация на успех. И она, конечно, сейчас имеет право быть, потому что на самом деле мотивация на успех подразумевает, прежде всего, формирование конкурентноспособной личности. А конкурентную способность мы можем выработать у ребенка только в коллективе. Поэтому, конечно, чтобы быть социально успешным, конечно, нужно как можно раньше попасть в коллектив и познать, что такое жизнь. Вот при последнем эфире, во время последнего эфира на нашем радио вы объясняли родителям, почему так сложно понять современного ребенка. Но ведь детям тоже не легче. Дети сейчас абсолютно другие, у них раньше не было выбора, кроме как общаться со сверстниками, потому что дома, собственно говоря, никаких развлечений, кроме книг и игрушек, не было. А сейчас у них куча способов избежать общения в реальной жизни с себе подобными. И им эти навыки приходится специально прививать. То есть вы хотите сказать, что детям тяжело и все это нужно нам учитывать? Детям тоже тяжело общаться со взрослыми. Ну, вы знаете, если говорить об общении, например, с мамой, с папой в семье, то это как бы общение, оно складывается со временем и проблем особых не бывает. А вот если появляется новый взрослый, незнакомый взрослый, то да, ребенок не знает, как себя вести. То есть он, с одной стороны, может вести себя, вот когда дети приходят из дома у нас в садик, некоторые ведут себя так, как с мамами. Ему воспитатель говорит, идем со мной там, поиграешь. Он не хочу. Там она предлагает, например, садитесь на стульчик. Не хочу, а я хочу играть, а я хочу на диванчик. То есть он общается так, как он общается дома. Вот в этом плане, конечно, приходится объяснять ребенку. И, как правило, они, знаете, ну, за неделю, за полторы, они понимают, что ничего плохого им не желают, они перестраиваются. Это хорошо. А у нас телефонный звонок, давайте его примем. Алло, мы слушаем вас, вы в эфире. Алло, здравствуйте, можно задать вопрос? Конечно, можно. Вот ребенок, например, замкнут, необщителен, плохо идет на контакт с чужими, с посторонними. Есть ли вот в вашем центре какой-то метод индивидуальный, вот подход к таким детям? Спасибо. Очень хороший вопрос. Мы напомним вам, что сегодня у нас в гостях директор Центра раннего развития Babyland Галина Васильевна Яценко. И еще раз напомним номер телефона, по которому нам только что позвонили, и может позвонить любой желающий и задать вопрос. Даже не спрашивая разрешения, можно ли его задать. Итак, телефон 984646. Извините, что прервал, Галина Васильевна. Вам слово. Продолжаем. Разговор о том, что такое замкнутый ребенок, почему такое случается, и что можно сделать. Вы знаете, само по себе понятие замкнутость, необщительность, она имеет несколько значений. Поэтому если в психологическом плане ребенок здоров, то, возможно, у него просто это норма поведения или форма поведения, я скажу так. Возможно, нет необходимости быть чересчур активным. Можно пассивно просидеть где-то, полистать книжечку, не общаться с друзьями, потому что нет такой потребности. Вот задача как раз родителей, если они это замечают в детях, необходимо, конечно, создавать такие условия, чтобы возникла потребность ребенка раскрыться. Вы знаете, я вам могу даже рассказать такой случай. Вот сейчас у нас ходят в центр дети, в группу. Пришел ребенок, ему 3 годика, но он в силу обстоятельств попал в группу, ему когда не было еще 3 лет, в младшую группу попал, ну просто потому, что там не хватало детей, его причислили в эту группу, он стал ходить. И когда он пришел с мамой к нам в центр, вот вы знаете, мы начинаем, например, танцевать или играть в какие-то игры, или психолог предлагает, допустим, поиграть в группе детей или друг с другом, ребенок просто сидел на стульчике и не общался. И когда мы уже в течение какого-то периода времени начали разговаривать с мамой после некоторых занятий, почему он так себя ведет, и когда я попросила маму спросить у воспитателя, как он себя ведет там, оказалось, что ребенок оказывается самый младший, сидит он там на стульчике, и его особо не проявляет никакой активности, сидит тихонечко, сидит, не плачет, не хулиганит, но он привык сидеть. И когда мы его стали приглашать, использовать различные приемы для того, чтобы он вышел вместе с детьми в хоровод, в какую-то игру поиграть, он сначала шел с трудом, то есть вплоть до того, что давайте с мамой, давайте с мамой, маму за ручку берет, встает с ней вместе. Но вы знаете, видели бы вы сейчас этого ребенка, вот он проходил полгода, ребенок поет, у него оказывается очень хороший слух, он быстро запоминает слова песни, танцует хорошо. И вот я маму говорю, вы попросите, говорю, воспитателя, узнайте, как он себя ведет сейчас в садике. И все, ребенок, кроме того... В общем, мальчик пришел к успеху. Пришел к успеху, да, он стал успешным. Плюс он начал читать у нас, он знает таблицу Менделеева, у него бабушка, значит, сама учитель химии. И когда он начал говорить водород 1, гелий 2, неон там 10, у бабушки волосы дыбом стали. Он говорит, у меня 10-классники не знают таблицу Менделеева. То есть, по сути, получается, что в центре раннего развития Babyland детей учат общаться. Общаться, конечно. Прежде всего общаться. Вот некоторые люди старшего поколения, наверное, с вами не согласятся. Их вообще-то никто не учил специально дружить, общаться, а тут выстраивается целая педагогическая система. Как так получается? Ну, я вот здесь хочу сказать, немножко поспорить с людьми старшими и ранее, вот как вы говорите, предыдущих поколений. Потому что на самом деле те, кто воспитывались в детстве и дружили, и что детство прошло до 90-х годов, у них как раз была прекрасная система воспитания. У них были правила октябрят, у них были правила пионеров и устав комсомола, где было все четко прописано. И для каждого возраста все было понятно, что нужно учиться добросовестно, нужно уважать старших, нужно не обижать младших, трудиться. Вот сейчас у нас, к сожалению, нет таких уставов и правил. И система воспитания как таковая отсутствует в школе. Ну, как сказать, система все-таки какая-то присутствует, и она выросла именно из того, что было в Советском Союзе. Но сейчас многие говорят о том, что в государственных дошкольных учреждениях система образования даже вредит. А вот вы как, согласны с этим утверждением? И если да, то в чем, на ваш взгляд, вред этой стандартной системы заключается? Ну, вот самое главное в стандартной системе муниципальных образовательных учреждений в наших детских садах обучение и воспитание и развитие сейчас по новой программе начинается с трехлетнего возраста. Программа «Успех». Я уже о ней говорила в прошлой передаче. И цель программы вроде бы, вы понимаете, правильная. Развитие базовой культуры, физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, обеспечивающих его социальную успешность. Вот какая цель. Вы понимаете, как она глобальна и красиво звучит. Но опять-таки, вот мы говорим о том, что вот есть подводные камни и в стандартных, вот в наших образовательных муниципальных учреждениях. почему? Потому что при массовости, при такой массовости в группах не может идти речи об индивидуальном подходе. А вот такую цель мы можем обеспечить и достичь ребенок может только сугубо индивидуального подхода. Потому что у всех разные склонности, у всех разные интересы, у всех разные даже темпы усвоения материала. Но, к сожалению, вот в детских садах мы этого не можем сделать. Подойти индивидуально. Хотя в этой же программе, извините, скажу, то же самое. Формы, я когда посмотрела, формы обучения там или формы работы с детьми, написано индивидуальная подгрупповая. Ну, каким образом осуществить индивидуальный подход? И я разговаривала даже с воспитателями, они говорят, что, вы знаете, ни воспитатели, ни родители не спрашивали, насколько эта программа нужна или не нужна. Просто ее приняли и все. Но сейчас и воспитатели перестраиваются, потому что уже занятия не нужно проводить, нужно все время игру проводить, а воспитатель сопровождает ребенка. Ну вот, то есть группа, в группе ребенок один хочет читать, значит, воспитатель с ним читает. Другой пошел играть, значит, он пошел играть. Третий пошел, например, в кубики играть, он идет в кубики играть. То есть, вот вы знаете, цели, задачи и реальная жизнь, она опять у нас идут, расходятся, идут параллельно друг к другу. Ну вот, чтобы они не расходились, чтобы цель все-таки была настигнута, наверное, приходится применять множество нестандартных методик. А какие методики применяются в вашем центре раннего развития Babyland? Вы знаете, вот мне посчастливилось быть в Финляндии в детском саду, посчастливилось быть в Китае в детских садах, и я посмотрела, что вот в таких странах, и я думаю, что и за рубежом в других странах, уделяется большое внимание именно дошкольному образованию. То есть, у нас получается, что программа развития ребенка начинается с трех лет, до трех лет ребенок как бы находится вне вне каких-то центров, вне каких-то образовательных учреждений, и даже программ таких нет сейчас. Поэтому вот сейчас многие возмущаются, потому что ясельные группы закрываются, ясельные группы закрываются, потому что программ нет, цели, задачи не поставлены. Что касается нашего центра, то, конечно, мы используем все методики, которые были открыты после того, как открылся железный занавес. Это и методика Домана, это и Монте-Сори, это и Людмила Данилова, это и Кубики Зайцева. То есть самые разнообразные методики используются, но работаем мы по программе. То есть мало выбрать одну методику. Мы работаем по программе, которая утверждена Институтом детства в Санкт-Петербурге. И эта программа построена на методиках теории развития изобретательных задач. И теория решения изобретательных задач, кратко она называется ТРИС, А как ни странно, ведь ее основоположником в 50-60-х годах прошлого века был наш советский педагог-ученый Альт Шуллер. И, к сожалению, сейчас никто о нем ничего не знает, не помнит. А он как раз и говорил о том, что как нужно воспитывать ребенка, начиная с двухмесячного возраста. А от чего в выборе многочисленных современных методик вы решили остановиться именно на перечисленных вами? Вот мы остановились на программе, она называется Бакалибрики, именно потому, что это программа, а не методика. Потому что у нее есть цель, есть задачи и есть результаты, которые мы можем и должны достичь с детьми. Понимаете? Значит, одно дело, методику можно использовать, но ни к чему не прийти потом. Что мы делали? Ну, играли с детьми, ну, изучили алфавит. Ну, а здесь есть конкретные задачи, которые ребенок достигает на занятиях. То есть он учится читать, он, значит, овладевает навыками начальной школы по математике, он учится анализировать, значит, логически мыслить и плюс познает микробазу, мы называем, у нас есть минимальная база и микробаза. Это понятие, которое необходимо знать из разных областей науки, астрономии, географии, биологии, микробиологии, литературы, причем химии, и причем дети. Вот сейчас, недавно, кстати, вот буквально на днях, значит, присудили премию одному из наших ученых, который открыл бозон. Вот дети у нас знают, что такое кварки, что такое бозоны, что такое атомы. И родители, которые у нас ходят, они говорят, знаете, Галина Васильевна, вот мы даже знаем, что такое бозоны, поняли, какое открытие. Еще один бозон открыл у нас малоподвижные элементарные частицы. Вот. Еще один бозон открыл наш ученый. Очень интересно рассказываете, Галина Васильевна. Много еще вопросов хотелось бы задать, но, к сожалению, наше время в эфире подходит к концу. Поэтому я вас сейчас попрошу озвучить адрес вашего центра BabyLand и телефон, по которому смогут дозвониться те, кто не позвонил в эфир или не смог дозвониться по какой-то причине. Мы приглашаем всех желающих в наш центр. наш адрес улица Пензенская, 46, телефоны 333-525-городской и можно позвонить по сотовому 8-927-902-76-52. 8-927-902-76-52. Ну и городской 333-525. Ждем всех, потому что у нас есть и беседы о воспитании мы проводим, и чаепитие проводим с родителями. В общем, очень хороший такой интеллектуальный клуб мам и детей. Спасибо вам, Галина Васильевна. Прошу прощения. Если кто-то не успел сейчас записать телефон из голоса, то смогут их найти в эфире на сайте Эхо Москвы в Сызрани. Спасибо вам за интересную беседу. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok